Львиная доля новых поступлений в городскую казну – это так называемые «школьные деньги». Межбюджетными трансфертами из вышестоящих бюджетов общий объем дотации увеличен на 147,8 миллиона рублей, 145,5 из которых пойдут на организацию получения общедоступного бесплатного дошкольного и общего образования. Станут больше доходы, а соответственно и расходы на транспорте. Впрочем, главный вопрос включал в себя не только это. В связи с необходимостью финансирования первоочередных расходов увеличивается ассигнование на 86,3 миллионов рублей. В том числе 19 миллионов рублей на возмещение недополученных доходов предприятиям транспортов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан. На оплату труда 18,2 миллионов рублей, в том числе на увеличение фонда оплаты труда органов местного самоуправления в связи с индексацией на 4%, 6,6 миллионов рублей. 12,8 миллионов рублей заключение муниципального контракта на перевозку пассажиров. 10,2 миллиона рублей – питание детей в детских садах. 10 миллионов рублей – оплата коммунальных услуг учреждений подведомственных управлению образования молодежной политики администрации города Рязани. Кроме того, 4 миллиона 200 тысяч рублей власти направят на благоустройство главных площадей и парков – скверов имени Маргелова и Нособорной, площади Победы, Лесопарка и Нижнего Городского парка. Изменения в бюджет депутаты поддержали единогласно, как и обустройство новых мемориальных досок рязанцам, погибшим в СВО на Украине. Таблички на фасадах двух школ – 1 и 67-й – установят за свой счет ветераны-патриоты – герои Семен Суховской и Евгений Штонда. Тексты на табличках будут практически идентичны. В этой школе учился гвардия-капитан ВДВ Евгений Николаевич Штонда. Героический погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом президента Российской Федерации награжден орденом мужества посмертно. Маленький нюанс. Ранее с представителями администрации депутаты договаривались устанавливать мемориальные таблички только на отремонтированных фасадах школ. Эту традицию в мэрии пообещали неукоснительно соблюдать.